видео как с места стихийного бедствия в минувшие выходные большой тополь упал сразу на несколько припаркованных с торца дома автомобилей наибольшие повреждения получил вас 14 модели лонжероны лопнули чашу выгнал радиатор фары все абсолютно бампер панель внутри стекло лопнуло и рамка лобового стекла тоже то есть кузов поведен двери не открываются все автомобили уже прошли экспертизу озвученные специалистами сумму ущерба настолько велики что хозяева железных коней даже не знают что проще отремонтировать их или купить новые машины как например хозяйка пострадавшей не вы шевроле 2005 года полностью кузов разбит лобовое стекло капот пробит баг вот повреждение на 206 тысяч не столь сильным был ветер сколь трухлявым дерево говорят автомобилисты и винят в случившемся председателя местного тсж уже несколько лет с этого тополя периодически валились сучья прошлым летом после череды ураганов сюда приезжала комиссия из управления по экологии и природопользованию которая подсчитала все аварийные деревья этот ствол тоже попал под вырубку но средства тсж не нашлось даже на то чтобы хотя бы кронировать опасное дерево дерево допустим очень старое мертвое оно уже более двух лет на обломке дерева видно что оно высушено до сердцевины мы должны собирать дополнительным сбором с жителей наши жители не хотят делать дополнительные сборы на какие-либо работы там у нас зеленая зона там нас не парковка не стоянка я считаю что они нарушили то же самое законодательство наличие обозначающих знаков запрещающих парковку может служить так скажем основанием говорить о том что данная территория не является для парковки но если таких знаков нет если территории у нас не обозначена о том что у нас там запрещающими знаками том что у нас там нельзя парковаться исходя из судебной практики на данный довод председателя он скорее всего будет несостоятельным неубедительно звучат и другие доводы правления дома в стиле мы просили но администрация не поддержала по закону все время ответственности за содержание придомовой территории включая зеленые насаждения лежит исключительно на обслуживающие здания организации в данном случае тсж у нас мог идти ребенок женщина там с ребенком любой человек если пять лет у нас аварийное дерево находится на территории и с ним ничего не предполагается здесь однозначно имеется вина управляющих органов тсж в общем у автовладельцев есть все шансы выиграть дело в суде и компенсировать материальный ущерб в полном объеме пострадавшие уже готовят исковые заявления екатерина леонова александр худяков телевизионная служба новостей